Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите экономические новости в студии Тахмина Соломова. Нефтетрейдеры начинают новую торговую неделю с оптимизмом. Инвесторы ожидают встречу стран-участниц сделки ОПЕК Плюс в Вене 22 июня. График североморского эталона нефти покинул минимальную отметку 72,50 доллара за баррель и уже вырвался выше уровня 74 доллара. Аналитики предполагают возвращение цен на нефть к пятничным позициям. Уже на этой неделе состоится заседание нефтяного картеля из стран, не входящих в него, где обсудят дальнейшую работу сделки по заморозке добычи сырья. Ранее стало известно, что Россия и Саудовская Аравия готовы вновь увеличить объемы добычи сырья, учитывая значительные перебои с поставками нефти из государств, попавших под американские санкции. Тем временем Венесуэла, Иран и Ирак выступают против этого, призывая своих коллег не поддаваться влиянию США. Инвесторы предполагают, что участникам встречи удастся найти компромисс. Котировка нефти WTI также откатила на 100 пунктов вверх, пребывая вблизи отметки 64,70 доллара за баррель. Тем не менее, по прогнозам экспертов, рост котировок сланцевой нефти будет ограниченным из-за пятничных данных от Baker Hughes. Согласно официальным данным, за неделю число в нефтяных буровых установок выросло на одну единицу до 863. Инвесторы не сомневаются в том, что добыча сырья на территории США будет расширяться. Для сырьевых валют это сигнал к ослаблению позиций в паре с долларом США. Так, к примеру, пара USD-RUB демонстрирует восходящую тенденцию, торгуясь вблизи уровня 63,40. На данный момент судьба рубля полностью подвластна движению цены черного золота и американской валюты. Аналитики ждут подъем графика к отметке 65,00. Котировка пары USDCAD прикоснулась к отметке 1,3200, около которой вошла в стадию консолидации. Эксперты валютного рынка предполагают, что у канадского доллара еще будет возможность оказать небольшое сопротивление своему соседу, ожидая пятничные данные по розничным продажам. Но угроза ухудшения торговых взаимоотношений с основным партнером Соединенными Штатами по-прежнему негативно отражается на курсе Кадди. Помимо макроэкономических событий движением на рынке продолжают руководить и политические факторы.